Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзьюева составилось видеоселекторное совещание по вопросам строительства нового жилья и приоритетам ипотечной программы на 2023 год. Комфортная, благополучная, полная плана в жизнь для каждой семьи. Без чего ее невозможно представить? Конечно же, без собственной крыши над головой, своего жилья. Ведь недаром в народе говорят «мой дом, моя крепость». Что скрывать? Многие годы этот вопрос был одним из самых болезненных, особенно для молодых семей. Потому одной из важнейших задач модернизации и реформирования страны последние шесть лет стало комплексное решение жилищного вопроса. Он более чем актуален еще и потому, как за этот период население нашей страны увеличилось на 5,5 миллионов, превысив 36 миллионов человек. Итак, что сделано за это время? За период с 2017 года было сдано в эксплуатацию 326 тысяч новых единиц жилья. Обеспеченность им на душу населения увеличилась на 18%. Для этого за последние три года банки выделили 210 тысячам семей 33 триллиона сумм ипотечных кредитов. 73 тысячи малообеспеченных семей получили субсидии в размере 1,3 триллиона сумм на первоначальный взнос и выплату процентов. В результате внедрения в отрасль рыночных принципов сформировались сотни частных компаний-девелоперов. Создано 11 крупных кластеров по строительству сборных железобетонных многоэтажных зданий. За счет создания условий для предпринимателей снизилась себестоимость таких материалов, как цемент, газоблок, плитка, керамогранит. Эти работы последовательно продолжались и в прошлом году, когда были построены многоэтажные дома на 60 тысяч квартир и стартовала программа строительства 31 массива Новоузбекистан. На видеоселекторе было отмечено, что работа в этом направлении идет хорошо в Андижане и Хорезме. И резко раскритиковано, что ни один дом на массивах не сдан из-за халатности хакимов в Бухарской, Кашкадаринской, Новоийской, Самаркандской, Сурхандаринской и Сырдаринской областях. Подчеркнуто, что на массивах Новоузбекистан затягивается ввод в эксплуатацию 80 домов в Ферганской, 36 в Самаркандской, 15 в Ташкентской и 14 домов в Наманганской областях. В связи с этим заместителям хакимов по строительству Бухарской, Кашкадаринской, Новоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандаринской, Сырдаринской, Ферганской и Ташкентской областей, руководителям областных отделений Центрального банка был вынесен выговор и дан месячный срок на изменение ситуации. В целом в 2023 году поставлена задача увеличить объемы нового жилищного строительства в полтора раза до 90 тысяч единиц жилья. Глава государства отметил, что своевременное обеспечение объемов строительства придаст мощный импульс росту экономических показателей каждого региона. Потому и для людей, и для строителей будут созданы новые удобства, откроются новые возможности. В частности, больше людей будет охвачено ипотечными кредитами и субсидиями. С 1 мая получить ипотечный кредит смогут даже люди с недостаточным официальным доходом. При определении их платежеспособности также будет учитываться оборот по банковской карте, оплаты за аренду, коммунальные и другие расходы. Граждане, уплатившие больший первоначальный взнос, смогут получить более дешевый кредит в банке. Срок действия уведомления о субсидии будет сокращено с 12 месяцев до 4, в целях более быстрого использования средств, выделенных на субсидию. То есть за счет сокращения этого периода создается возможность для того, чтобы больше людей воспользовалось субсидией. При этом гражданам, не использовавшим сертификат в течение 4 месяцев, будет предоставляться право повторного обращения за субсидией. Для финансирования всех этих мероприятий в 2023 году, как прозвучало на видеоселекторе, коммерческим банкам будут направлены средства в размере 9 трлн сумм на ипотеку жилья для 31 тысячи семей. Будет выделено 1,6 трлн сумм в субсидии на первоначальный взнос и покрытие процентов. Кроме того, будут направлены дополнительные средства в размере 100 млн долларов США и 1 трлн сумм для обеспечения ресурсами ипотечных кредитов и увеличения оборотных средств строительных предприятий. Президентам поставлена задача обеспечить выделение 5,7 трлн сумм ипотечных кредитов еще 20 тысячам семей за счет средств банков. Выделить 1,5 трлн сумм кредитов 10 тысячам жителей на расширение их хозяйств или дополнительное строительство. Через компанию по рефинансированию ипотеки населению будет направлено дополнительно 1,7 трлн сумм кредитных ресурсов на покупку 5,5 тысяч единиц жилья. Отмечено, что дополнительно 10 трлн сумм ресурсов могут быть привлечены путем выпуска ипотечных облигаций за счет средств, которые должны быть возвращены по ипотеке на баланс коммерческих банков. Ответственным лицам поручено в двухмесячный срок внести законопроект об ипотечных облигациях. Известно, что программа «Мой первый дом» будет запущена в Ташкентской области по инициативе президента. Для этого при Министерстве строительства будет создана специальная жилищная компания. Выделено 36 гектаров земли из Ангиатинского района и разработан проект комплексного развития этой территории. В этом районе будет построено 58 многоэтажных энергоэффективных домов, рассчитанных на 2,5 тысячи семей, комфортных, соответствующих всем стандартам. Ежемесячные платежи за двух-трехкомнатные квартиры в этих домах будут ниже текущих субсидируемых ипотечных платежей. К министерству строительства Хакимиату Ташкентской области поручено в недельный срок доработать мастер-план городка «Мой первый дом» и вынести проект на экспертное и общественное обсуждение. На совещании подчеркнута необходимость снижения себестоимости строительства для обеспечения населения доступным жильем. С этой целью президентом обозначен комплекс действенных мер. Это отмена таможенной пошлины на ввоз древесины, фанеры, деревянные опалубки и стекла до 2025 года. Продление еще на год, действия льготы по уплате таможенной пошлины на цемент высокой марки. За счет этого стоимость строительства жилья снизится на 5%. Кроме того, подрядным организациям предоставляется право поэтажного залога строящегося дома и получения кредита на каждый этаж. Продолжится практика рефинансирования со стороны государства кредитов, выданных банками. Будет усовершенствован порядок поручительства и компенсации для строителей. Более того, принято решение о предоставлении гражданам кредита от 16,5% объемом до 80 миллионов суммах сроком до 10 лет на ремонт домов с использованием энергосберегающих материалов. Детально обсужден на видеоселекторе вопрос обеспечения коммуникациями строящихся домов. Отмечалось, что многие квартиры остались непроданными из-за того, что не до конца решены вопросы дорог и транспортного сообщения. Строительство водопроводных и канализационных сетей на некоторых новых участках отстает от графика из-за задержки определения земельных участков, на которых будут располагаться объекты инфраструктуры, из-за того, что проекты несколько раз менялись. В связи с этим президентам дано поручение хакимам регионов лично заняться внутренними дорогами в строящихся массивах. Министерство экономики и финансов должно полностью решить все финансовые вопросы, связанные с жилищной инфраструктурой, построенной в прошлом году. Поручено определить источники финансирования в размере 800 миллиардов сумм, необходимых для инфраструктуры домов, которые будут построены в рамках ипотечных программ в текущем году. Отмечено, что спрос на программу реновации увеличивается в городах с низкой плотностью населения, большим количеством ветхих домов и высоким спросом на жилье. Подчеркнута необходимость создания прочной правовой базы в области реновации. Сообщено о создании специальной рабочей группы для разработки нового законопроекта о реновации. Правовой акт должен вобрать в себя лучшие достижения зарубежного опыта. Сегодня новые дома строятся из строительных материалов, произведенных в нашей стране. Однако половина из трех тысяч предприятий по производству железобетона, влияющего на качество, не имеют лабораторий. В прошлом году в жилищном строительстве выявлено более тысячи случаев некачественного железобетона, стеновых конструкций и сварочных работ. Поэтому ответственным лицам поручено утвердить дорожную карту по созданию современных лабораторий на всех предприятиях по производству железобетонной продукции. В последние месяцы как в мире, так и в нашем регионе наблюдается сейсмическая активность. Поэтому с 1 мая перед началом строительства в обязательном порядке будет проводиться инженерно-геологическая экспертиза выбранных земельных участков. Строительство зданий и сооружений с повышенными требованиями сейсмобезопасности, таких как мосты, тоннели, высотные здания, будут осуществляться только предприятиями с категориями А и Б в электронном рейтинге строительно-подрядных организаций. Было отмечено, что осадки ясно показали, дренажная система городов находится в плохом состоянии. Министерству строительства и хакимиату города Ташкента поручено в двухнедельный срок принять и реализовать программу по решению этого вопроса. В ходе видеоселектора по задачам, включенным в повестку дня, механизмам их реализации, была заслушана информация ответственных руководителей сферы. Хакимов, областей. Компания, с тех пор, как она была создана в 2020 году, в ноябре, успела успешно рефинансировать ипотечные кредиты в размере 2,3 трлн сумм. Это приходится примерно на долю 12 078 ипотечных кредитов. В ближайшем будущем компания планирует выпустить облигации, ипотечные облигации. И в этом направлении создать по четырём направлениям соответствуются условия. Первое – это увеличить капитализацию компании с 10 до 100 миллионов долларов. Второе – учредит закон по ипотечным облигациям. И последнее – это одобрение жилищных стандартов для продвижения зелёной ипотеки. Президент одобрил все наши предложения и обещал нам поддержать в воплощении наших предложений. Возможности, которые были до этого и после сегодняшнего собрания, позволят нам значительно улучшить инвестиции в ипотечные кредитования, улучшить процесс выдачи, усовершенствовать процесс выдачи ипотечного кредитования на рынке Узбекистана, что позволит обеспечить каждую семью в долгосрочной перспективе квартирами и соответствующими участками земли. Это очень даёт большие перспективы частным банкам в том числе, потому что со стороны президента было отмечено, что привлечь и частные банки для дальнейшего финансирования населения, в том числе широких слоёв населения, и выделения частным банкам ресурсов на некой тендерной основе. Тем банкам, которые хорошо выдают и умеют выдавать, у которых хороший сервис, уважаемый президент сказал, что будут предоставлены соответствующие кредитные ресурсы, что также позволит улучшить рынок ипотечного кредитования в Узбекистане в перспективе.